В Саратовской области задержали арендатора кафе, где накануне взорвался газовый баллон. Напомню, один человек погиб, состояние шестерых сейчас оценивается как тяжелое. Всего в больницу доставили 40 человек. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подробности у Сергея Арсеничева. Ни окон, ни дверей. Внутри праздничный стол, оплавленный, как и все вокруг. Праздник закончился трагедией, едва начавшись. Судя по этой ужасающей картине, вечеринка была в самом начале. Видно, что закуски почти не тронуты, бутылки с напитками полные. Здесь располагалось около 40 гостей. Вот там был темада, здесь диджей. В этот момент произошел хлопок. Взрывной волной внутри снесло все стены, выбило двери и окна. Хлопок был такой силой, что люди попадали на пол. Огонь моментально расплавил натяжной потолок. Горящие капли падали прямо на посетителей кафе. А потом получается... Да, хлопок маленький сначала. Хлопок был, пошел вот этот вот белый какой-то газ. А потом пошел огонь. Пополосил на пол. По полу-пополу, выходил на пол. Находились на юбилею. У моих родственников, у моего дяди, произошел взрыв бытового газа. Как мы потом поняли, страдавших очень много. Сразу после ЧП в больнице за помощью обратились 22 человека. Юбиляр, отмечавший свое 60-летие, сидел во главе стола. Ближе всего к подсобке, где произошел хлопок. И получил наиболее тяжелую травму. Ожог 90% кожного покрова. Спасти его не удалось. Привезли 11 человек, пострадавших из Лысых гор. Из этих 11 человек, 4 человека сразу оказались в отделении реанимации, поскольку это больные в тяжелом состоянии. Средней степени тяжести, их 7 человек, они пошли в обычное ожоговое отделение. Произошла утечка газа из этого баллона. Что спровоцировало, неизвестно. Сегодня утром на месте трагедии продолжила свою работу следственная группа. На кухне, помимо электроплит, стоит еще и газовая. Так что баллонов, судя по всему, было несколько. Как удалось узнать, кафе было подключено к магистральному газу, но по тех условиям только для отопления. Готовили на большие компании с использованием баллонов. Насколько это соответствовало требованиям безопасности, устанавливается. С владельцем кафе уже удалось поговорить? Ориентатор кафе допрошен и задержан. Уголовное дело возбуждено с формулировкой «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сергей Арсеньевичев, Данил Якимов, Михаил Ситников и Василий Передков. Вести. Саратовская область.